Всем доброго времени суток, друзья! С вами Доминиров и сегодня, как я и обещал, я выпускаю ролик на тему «Сколько же будут стоить скины из паспропуска?». Дорогие друзья, кто хотел бы участвовать в прокачке, обязательно смотрите этот видеоролик до конца, слушайте внимательно, потому что в течение ролика я скажу кодовое слово. Обязательно не забудьте подписаться на телеграм-канал. Ну а мы, собственно, всё, как обычно, делаем с одного дубля и мы начинаем. Так вот, собственно, я прошёл полностью весь паспропуск. Да, я не выполнял задание, я просто купил все эти уровни и мне выпало абсолютно ничего. Ну, прям абсолютно ничего на самом деле. Вот Кукри, Кунай, Кунай, Чакаманды и Кунай. Это, наверное, самый худший набор, который мог только выпасть. Ни одной арканы, кроме граффити, мне не падало. Легендарка выпала Юмп, статрековский, Лилюминоус. Классный, кстати, Юмп, вот он мне нравится. Ну, давайте не будем тянуть кота за его принадлежности. Будем конкретно говорить по прайсу. Первый это стикер. Стикеры, сколько же будут стоить стикеры? Давайте брать в расчёт. Примерно 6 голоды. Закупаться, вкладываться у него не рекомендую, потому что их там будет очень-очень много. Мне кажется, тысяч 50, 70, даже 100 тысяч стикеров, потому что это, считайте, были новогодние праздники, все играли, и поэтому, короче, не вариант, сразу не закупайте. Анимации никакой, да и выглядит, ну, такое. Вот эта штука, Snow Meteor, уже интереснее. Да, их будет примерно столько же, они часто выпадают. У меня их много было за все эти 150 уровней, но тем не менее. Эта наклейка намного рентабельнее, нежели предыдущая. Здесь по стоимости примерно 8-10 голоды. Она будет расти, она реально классно смотрится. Блин, берите, берите для инвестиций. Да, инвестиция будет долгая, возможно, полгода, возможно, год, чтобы купить её там в 500%, но зато она работает, потому что её будут обклеивать на новые калашки. Она классно смотрится, это пламя, это какой-то снежок. Лайк, ставим 100%. Дальше, это кит, я так понимаю, либо касатка, я не знаю, кто шарит. Напишите, у меня вон машина аж засигналила, видимо, всё-таки это кит. Сейчас, ребят, секунду, один момент. Хотел я, собственно, всё за один дубль снять? Нет, придётся всё-таки это дело склеивать. Короче, смотрите, господа мои хорошие. Вот эта наклейка в целом имеет анимацию, но выглядит она посредственно. Поэтому в много голды я бы в неё не вкладывал. Ну, может быть, 12-15 голды она будет стоить за счёт того, что она эпическая, она пореже падает. Но мне она не нравится. Поэтому, как говорил великий трейдер Олег Доминиров, бегай с тем, точнее, покупай то, с чем сам бы мог бегать. То есть я с этой наклейкой не мог бы бегать, соответственно, нафиг она мне не нужна. Дальше, вот он, айсход, господи, вот эта штука классная. Это перчик, огонь, лёд. Вот наклейка крутая. Была бы у неё ещё анимация, цены бы ей не было. Очень круто выглядит, динамично, голды 20, уверенно, она бы стоила. Даже несмотря на то, что здесь есть анимационная наклейка. Вот она вот, и вот эта смотрится неплохо, вид имеет, скажем так. Рекомендую 20-25, будет расти дальше, поэтому берите, покупайте. Дальше, это бумбокс. Вот, блин, классная анимация, большая наклейка, 35-40 голды спокойно на начале будет стоить. Рост её обещаю, она будет по-любому расти и стоить достаточно неплохо. То есть впоследствии там соточку, 150 будет стоить однозначно. Так, ну и, собственно, Аркана. Аркана это Винтер Пати Голд. Блин, наклейка на самом деле тоже странная, она металлическая больше. Не видел её ни на одном ещё из скинов. Выглядит так же посредственно. Ничего интересного, какие-то пальмы, ну, может быть, каким-то скинам да подойдёт. Голды 400, 450 она будет стоить. Может, даже чуть подешевле. Хотя, с учётом того, что мне не падали Арканы, да и вообще этот пас как бы не особо удался в плане дропа, то, скорее всего, она будет чуть-чуть подороже. Брать её для инвестиций? Нет, не рекомендую. Потому что, ну, потому что. Просто поверьте мне, она бессмысленна в данном случае. Дальше, это граффити. За граффити, короче, я не отвечаю. Для меня это полная помойка, для инвестиций вообще не подходит. На граффити фаер будет стоить, там, 90, мне кажется, сотку. Это будет стоить, там, 20, 10, там, 5, 3, 2. Вот, хотя утка классная. Короче, за граффити вообще даже не рассматриваю. Бесполезная история. Не хочу прицениваться к ним, потому что это абсолютно рандом. Здесь никакой логики в граффити нету. Они тратятся, они бесполезны для инвестиций 100%. По оружиям, что у нас с вами здесь есть? По оружиям вообще ничего нету. Короче, будем просто по ценам примерно ориентироваться. Ну, классно, кстати, МП5 смотрится, спейсовский. Ну, голды 2, может быть, будет стоить. Хотя, опять же, если они часто дропались, то это 1 голда, 2 голды примерно. А этот будет стоить, поскольку очень красивенький, 3-5 голды. Кстати, для инвестиций хороший по 90. Если вы берете статрековскую версию, статрековская версия может стоить 20-25 голды. Я рекомендую ее для закупа, потому что розовый петух – это всегда стильная и молодежная. Дробовик, вообще бессмысленная история, нам не нужна будет стоить. Она хоть эпическая будет стоить, там, 6-7 голды, статрековская 30-ку. Тоже бесполезно, для инвестиций не подойдет. Вот этот МП7. Штука классная, выглядит неплохо. Обычная версия будет стоить 8-15 голды. Статрековская будет доходить до 40. Данный Юмпик, Luminous, очень классно выглядит, бодро, в катке здорово, прикольный граффити, такой эффект. Обычная будет стоить голды 40-50, статрековская 110-150 голды. Примерно такой прайс будет на этот Юмп. Выглядит он круто, для инвестиций тоже подойдет, рекомендую. Эмочка, 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 эмочка. Эмочка, не один раз говорю, что эмка так себе, хотя это что-то новенькое. Тем не менее, это арканная эмка. Сансет, какой-то, я не знаю, что с ней такое. По стоимости, господи, кошмар какой. Может, конечно, наклейки ее исправят, если закроют всю эту часть, а розовая будет, ну, такой неон останется. Короче, по цене обычная будет стоить 200-300 голды. Максимум 500, ну вот прям максимум 500. Статрековская версия, если их мало нападало, ну, полторы-две тысячи голды. Но она просто никому не нужна. А сейчас все бегают с эсками. Четверки никому особо не нужны, тем более такие. Типа, в ней никакого кайфа нету, поэтому там не больше двух тысяч голды она будет стоить. Хотя, если посмотреть на другие аркановские скины, они там и по 20-30 тысяч голды стоят. Ну, короче, все зависит от того, как рынок повернется, да, в плане того, будут ли монопольно выставлять, сколько они выпадали. Мне ни одной не выпало. Но это я везунчик. Поэтому будем смотреть дальше. Не рекомендую к запу... Именно запуку. Именно для закупа не рекомендую. Потому что зачем? Бессмысленно. Лучше взять там наклеек и окупиться через пару месяцев, чем взять эмку. И... Че, они будут лежать, да и все. Вот, ребятки, еще раз, не забудьте, пожалуйста, если вы хотели бы участвовать в прокачке инвентаря, где логин и пароль я не беру, вот как раз таки скоро. Я уже буду открывать эту рубрику заново. Обязательно досмотри этот видеоролик до конца. Подпишись на телеграм-канал. И все. Просто все, что надо. Ну и айдишник свой не забудь, чтобы я знал, куда написать. Обязательно проверяйте мой официальный айдишник. Не каких-то там левых, рандомных, а вот официальный. Короче, дальше смотрим. Это брелочки. Брелочки хоть поинтереснее, на самом деле. Кубики прикольно смотрятся. Ну, голды 15-20 будут стоить. Утка также примерно 15-20 голды. Это дичь 25, голды 30. Примерно такой диапазон. Эта штука 25-30 тоже. Особо в нем фишки нет. 50 голды. Ну, чисто в теории он должен быть дорогой. Ну, господи, что это такое? Господи, что это такое? Ну, давайте... Давайте добавим цены, скажем так. Сейчас я проверю кое-что. Ребята, опять машина запищала. Секунду. Я извиняюсь, что опять запись прорвалась. Просто там погода адская. И машина такая... Короче, ладно, бог с ним. Короче, смотрите. По брелочкам, ну, не больше сотки. Но я говорю, я ставку ставлю, что это будет примерно 50-40 голды. Зачем, если есть более крутые брелоки? Вот эта штука может, кстати, стоить. Она прикольно смотрится. Такой металлический интересный эффект. Чисто на какой-нибудь калашик прицепить. Прикольно будет смотреться. Голды 500, может быть, будет стоить. Может, даже поменьше. Если дороже, я удивлюсь. Но 100% не дороже 1000. Хотя, опять же, все зависит от того, сколько их попадало. И самое интересное, что нас всех интересует, друзья, это ножики. Короче, М9 будет самым дорогим. Это факт. Не более 2500 голды он будет стоить. 2800 край поначалу. Потом, конечно же, вырастет. Опять же, их очень много в игре. До 2000 голды он где-то будет 2200-2300 классический. Потом, конечно, вырастет. Крутой М9 для инвестиций подойдет. Если их мало останется, будет круто. Чтобы их осталось мало, надо, чтобы их кто-то много массово скупил. И не знаю, что-то еще случилось. Но, опять же, они никуда не пропадают. Все, они есть. Поэтому особо дорогими не будут. Дальше это будет Кукри. Кукри будет стоить 1600-1700 голды. Классный Кукрик. Мне нравится. Анимация... Анимация не нравится, но раскраска топ. Кунай. Ай, господи, какой это кошмар. 900 голды. 1100 примерно. Ну, максимум 1250. Вот так. Отвертка еще хуже. Примерно такой же диапазон, как у Кунай. 1100-1300 голды будет стоить. Ножик. Танто, ретро аркад. 1200 голды. 1300 голды. Тычки дуал даггерс. Такая же история. Особо дорогими не будут. 1300. Может, 1400 только из-за того, что это тычки. Вот. То есть, если смотреть по пасу, это все. Именно в плане цены. Но у нас же с вами есть еще рулетка. Правильно? А в рулетке там много всего интересного, друзья. Так, что у нас в рулетке? Смотрим первый уровень. Это. Это, господи. Это вот такой вот Мак-10. У меня они статрековские есть. Прикольные штуки. Не уверен в том, что топ для инвестиций. Хотя намного лучше их купить, чем те скины из пас, которые были. А ну, хотя бы прикольно смотрится. Розовый такой. Может, с наклейками розовыми. Было бы круто. А сколько будет стоить? Ну, голды 30, может быть. Статрековская. Там, может, 80 стоить. Граффити забейте, не оцениваю. Перчик. Вот перчик. Балдежь. История. Я рекомендую к покупочке, как инвестиция топовая. Может быть, голды 20 будет стоить. Мне нравится. Так, дальше. Что у нас здесь с вами есть? Это какой-то вагончик. Айскрим. Боже, я не знаю. Ну, он как бы в целом по себе должен быть дорогой. Потому что их должно быть не так много. Но голды 100 будет стоить. Возможно, кстати, для буста именно этот скин не возьмут. Диско-шар нафиг никому не нужен. Но хотя он будет стоить голды 70-60, потому что он очень блестит и подойдет на многие скины. Это эмочка ретро аркад. Бесполезная история. Хотя, может быть, статрековская версия будет достигать примерно 250-300 голды. Обычная чуть меньше 100. Дальше что у нас? Это ножик. Ножик будет стоить ого-го. А, возможно, даже невозможно. А, скорее всего, он будет стоить дороже, чем М9. Поэтому, ну, 2-3 тысячи голды я бы в него заряжал. Потому что его собрать, ну, надо, извините, запариться. Ибо это реально проблематично. Дальше что? Магазин. Отстой какой-то... Не рассмотрим. Вот это наклейка для инвестиций. Друзья, я ее буду закупать, наверное, штук 100-200. Точно, потому что они, видите, анимацию имеют. Это кролики. Это прикольно. Вау. Пушка-гонка оставляем. Голды 40-50 они будут стоить, я уверен. Юспик. Юспик а-ля Генезис. Очень классно смотрится. Его, чтобы достаточно много голды потратить. Статрековская версия может стоить даже косарь голды. Обычно чуть меньше 200-300. Я уверен, потому что, ну, чтобы его выбить, надо очень много потратить голды на спине. И, соответственно, он будет сам по себе редкий и дорогой. Ибо голды мало у кого есть. Калашик. Калашик это наш виновник торжества. Он самый крутой из всего паса, который вышел на рынок. Статрековская версия может стоить чуть ли не полторы тысячи голды. Ну, тысячи-четыре-полторы. Обычные голды 350-400. То есть, ну, разные абсолютно. Цены, ну, примерно диапазон такой. Я думаю, до 500 обычный. Статрековский подороже. Этот калаш я уважаю. Он топчик. Ставь лайк, если этот калаш вам тоже нравится. Так, ну, а по этому добру у нас, собственно, все, дорогие друзья. Ставьте лайк, если хотите, чтобы я сделал анализ по рынку, когда выйдут все скины. Да, спас пропуска. И уже конкретно скажу, что вам закупать. А на этом я заканчиваю ролик. Пожалуйста, ставь лайк, подписывайся на канал. Кодовое слово «мокрый апельсин». Да, вы досмотрели видосик. И вот вам кодовое слово «мокрый апельсин». Поэтому, друзья, кто хочет участвовать в прокачке, ставь лайк. Пиши свой айдишник вместе с кодовым словом. И обязательно подписывайся на телеграм-канал. С вами был Демир. Всем до новых встреч. И пока-пока. Бам.